Победный клик Екатеринбурга. Сегодня в Министерстве физической культуры, спорта и туризма чествовали чемпиона мира по компьютерному спорту. 19-летний Алексей Алексеев взял золото, сражаясь в парной игре на арене в игре в Quake. Виртуальные соревнования спортом признаны пока не в нескольких странах мира. Между тем, специалисты считают, что всемирные соревнования среди геймеров имеют все шансы получить статус олимпийских игр. В Южной Корее, где и проходил всемирный чемпионат к виртуальным играм, относятся серьезно. Тем временем в финале россиянам не было равных. От России такого не ожидали. Среди 470 лучших геймеров 13 русских. Их называют кибератлетами. Виртуальная реальность в специальном репортаже Ирины Исаевой. Федерация компьютерного спорта демонстрирует съемки телекомпании НТВ. Открытие финала международных кибер-игр в Южной Корее. Российский флаг несет екатеринбуржец Алексей Алексеев. Ныне чемпион Quake-3 арена. Участвовали все 45 стран в этой номинации. Задача заключалась нашей командой держать какую-то определенную точку и не давать эту точку противнику. Играли двое на двое. В паре с Алексеем 16-летний москвич Антон Синегов. Компьютерный ник Кулер. Среди соперников были самые сильные игроки Украины, Америки и Голландии. В финальной схватке ребята победили испанцев. Естественно было тяжело играть. Там были все самые сильные игроки со всего мира. Плюс давление идет огромное, когда за тебя болеется, переживает вся Россия. В виртуальном мире он дис, смертник. Ник ни с чем особо не связан. Говорит, просто понравился. Алексей почти пять лет профессиональный геймер. Тренировки в интернет-клубе по 2-3 часа в день. Геймеры всегда во всеоружии. За спиной в рюкзачке девайсы, вещи индивидуальные, почти интимные. Весь арсенал, клавиатура, попросту клава, мышка, наушники, коврик. Все свои участники кибер-игры возят с собой. Это закон геймера. Это стандартный идет комплекс про геймера. Это мышка, клавиатура, коврик, наушники. Тебе они счастливые, свои как бы уже, да? Да, как бы свои. То есть я привык к этому, например. Так же, как у лыжника, там свои лыжи, там палки. Друзья к победе Диза отнеслись неоднозначно. Честно говоря, я рассчитывал, что он, конечно, вывыше поднимется. На самом деле, достаточно много надежд было на сборную России. Я считаю, что они вполне оправдались. Но просто где-то не повезло, где-то, может быть, сдали нервы. Где-то человеку просто могло не повезти. Это бывает. Соревнования, нервы, как всегда. Из-за постоянных тренировок пришлось оставить учебу в колледже. Профессионализм требует жертв. Теперь в планах Диза поступить в университет. Родители с занятиями сына давно смирились. Сейчас даже помогают. Если не считать высоких званий чемпиона Европы, чемпиона мира по Квейку, Диз вполне обычный парень. Занимается в тренажерном зале, летом футбол, зимой лыжи. Время остается на друзей личную жизнь. Из Южной Кореи, кроме золотой медали, Диз привез воспоминания в виртуальных друзьях и необыкновенной стране. Общались по интернету, ходили в город, гуляли. Пробовали корейскую еду. Ну и как? Ну, так, не очень скажем. Это специфично. Возможно, в ближайшем будущем компьютерный спорт будут представлять на Олимпийских играх. Правда, пока киберигры, как спорт, признаны всего лишь в нескольких странах. Для того, чтобы это сделать, нужно пройти ряд определенных шагов, чтобы на определенное количество континентов, определенное количество стран начали этот вид спорта развивать. То есть они должны признать компьютерные игры как вид спорта. Одно ясно точно. Россия – страна геймеров. Три золотые медали из шести. В мире виртуальных войн мы по-прежнему сверхдержава, которую боятся. Ирина Исаева, Леонид Маслов, Известия, АТН.